Всем доброго времени, только же мои подписчики и зрители канала, с вами Мегакул, и сегодня мы с вами будем смотреть новую демо-версию игры Heavy Rain на ПК. И несмотря на то, что, да, я в принципе не собираюсь играть ни в одну из игр от Quantic Dream на ПК, просто потому что они у меня уже все до дыр пройдены на консолях, я просто чисто ради академического интереса хочу попробовать поиграть в эту игру на ПК, посмотреть как оно будет оптимизировано, как оно будет выглядеть, как оно будет играться на геймпаде от Xbox One, да, полнейшее предательство сейчас происходит на ваших глазах. И, в общем-то, это да, это демо-версия, где нам будет доступно ровно 2 главы, я уже понимаю, какие это главы, я знаю, как их проходить, я знаю, что в них происходит. Вот, и все настройки выключены на максимум, игра открыта в 2К разрешении, проверяем по полной. Начинаем новую демо, очень хочется посмотреть, как оно работает, я не думаю, что будут какие-то прям колоссальные отличия от консольных версий, то есть даже визуально, мне кажется, оно, но зато 60 фпс, да, 60 фпс, правда, с ограничением максимальным 60 фпс. Ну вот, оно началось. Управление в целом не изменилось, типа. Выглядит оно, конечно, плавно. Блин, я такого хэверэйна еще не видел, окей. Очень плавный. Но графика не изменилась особо, мне кажется, с ремастера, но может быть некоторые там моменты сглаживания... Может быть сглаживание, некоторые эффекты, да, подкрутили, но... 60 фпс стабильно. Никаких проблем нет. Вроде как это даже та же самая демка, что и была на... На PS3 в свое время. Тоже я в нее сначала играл, после чего очень сильно захотел купить саму игру. И вот, видимо, всю эту демку портировали как раз и на ПК. Кстати, этого геймплейного элемента нету в игре. Чертва астма. В дождь совершенно невозможно дышать. Этого сейчас не происходит. Нажмите кнопку View для перехода, да, господи. Ваше управление. Так что да, вот этот элемент, он был полностью сделан в... Обучение... Для обучения, короче. Его нету в игре. Ни в каком виде. Лорен Винтер, знаете ее? Эх, это едва ли. А, Лорен Винтер. Третий этаж, последняя дверь по левой стороне. Очень странно, почему загрузка. Откуда она здесь? Ее тут никогда не было, вроде как. Лорен Винтер. Без договоренности не принимаю. Стойте. Пятьдесят баксов. Только без поцелуев и извращений. Заметано. Кладите деньги на стол. У вас ровно десять минут. Симпатичная девушка. И она гораздо моложе, чем я ожидал. Надо очень осторожно подбирать выражения. Вы бы раздевались. Ваше время идет. Вообще-то я не клиент. О, черт. Да вы коп. Ну надо же, что хотите. Тест-драйв на халяву? Меня зовут Скотт Шелби. Меня зовут Скотт Шелби. Я частный детектив. Родители жертв мастера Оригами наняли меня для расследования. Я лишь задам вам несколько вопросов о сыне. Я уже все рассказала о полиции и добавить нечего. Проваливайте. Я понимаю, Лорен. Прекрасно вас понимаю. Правда? Вы знаете, каково это найти своего сына мертвым на пустыре? Увольте. Я не верю, что вы способны меня понять, мистер Шелби. Этот убийца все еще на свободе, и наверняка будут еще жертвы. Моего Джонни нет. Какая хрен разница? Если не поймать убийцу, многие женщины найдут мертвых сыновей на пустырях. Но вы правы. Какое вам дело? Вам-то уже все равно, а? Что вы хотите знать? Как случилось, что он пропал? Он обычно гулял со своими друзьями после школы. В тот день был просто жуткий проливной дождь. Никогда не забуду. Все дети вернулись домой в пять. Кроме него. Расскажите о Джонни. Каким он был? Джонни был таким славным. Только часто лез в драку, когда обо мне... Вы поняли? Я думаю, он понимал, что происходит. Вы подозревали кого-то, кто мог сделать это? Здесь бывает много сомнительных типов, сами понимаете. Конечно, я об этом думала. Но это же так нелогично. Зачем кому-то из моих клиентов делать такое с моим Джонни? И другими детьми. А они нашли что-нибудь на пустыре? Улики, свидетелей? Нет. Сказали, что он убежал и наверняка скоро вернется. А через пять дней нашли тело с фигуркой оригами в кулаке и орхидеей на груди. Он убежал и орхидеей на груди. Здравствуйте! Только не вернется. Да. Да. Очень красиво. Уликин. 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 надо уходить отсюда руки прочь мой сын это все что у меня было единственная радость моей гребаной жизни его забрали у меня ни за что уходите проваливайте мне стоило говорить с ней помягче если вспомните что-то любую малость позвоните да уж так не моя сильная сторона но она всегда это делает на самом деле нет смысла давить на нее ну конечно некоторые все равно модельки ну типа текстуры на хору текстуры выглядят хорошо вроде так же как и на ps4 ну сам тайм модельки некоторые все еще очень ну типа выглядит так у уровня того старого что тебе надо урод лора все в порядке все путем проваливай козел а снова ты хочешь проблем могу устроить я тебе сейчас мазки вышибу главное конечно минус в том что тут я уверен не будет да возможности именно дергать геймпадом для qte что зачастую кстати проблема поэтому здесь здесь все на кнопках немного не те ощущения да вот тут надо было геймпадом вытрясти раньше не так кнопка просто не увидел что и тоже здесь был бы геймпад и они все поменяли на стики хватай ножку от стула хватай вы в порядке жить буду наверное кто это бывший клиент придурок чертов совсем оборзел я и сказала чтобы не приходил берегите себя он ведь может вернуться простите мистер шелби да спасибо тут одна из глав 2 будет до за джейдена ну в целом ничего не изменилось то есть я не знаю это явно будет какой-то улучшенный экспириенс для тех людей которые наверное ну просто не играли в эти игры всего каких-то обстоятельств обстоятельств а в целом те же самые игры она как на клаве кстати за переключить управление необходим ли так геймпад кстати вот тоже вопрос сейчас попробовать будет как он плохо ходит короче вам понадобится геймпад да чтобы чтобы играть все это вам понадобится геймпад потому что ну он ходит но очень не 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 это это для геймпада сделано явно он очень плохо ходит на клавиатуру пожалуйста агент норман джейд фб можете предъявить значок мистер джейд да да конечно ладно проходите мне нужен лейтенант плейн он здесь да вроде бы приезжал он где-то здесь спасибо журналисты уже слетелись и как только пронюхали ну и самая крутая фишка всего хэви рейна запись видео за агент 47023 норман джейд вторник 4 октября 2011 года время 084 и ходи сканируй просто не представляет манаджер в банке какой-то лейтенанта картера блэйка тело найдено неподалеку от железнодорожных путей убийца всегда оставляет тела эй вы там что вам нужно лейтенант плейк агент норман джейд фэбэ заходил вам в участок с утра сказали вы здесь если вы любитель сырости пустырей и трупов появились в армии майк подойди скажи этому уроду с бульдозером чтобы заткнулся на пять минут я тут себя не свечу минуту лейтенант ну вы идете джейдер итак убийство собачник обнаружил тело мальчика примерно около шести утра пока это все что мы знаем но можно не сомневаться тут поработал мастер оригады личная жертва установлена не пока нет надеюсь сегодня выезд где там коронер вострял в пробке лейтенант мы ждем больше часа черт подери а время смерти известно судя по трупному оконченению меньше шести часов назад точнее скажет коронер после остановки судить неудобно просто всегда было слушайте вам некогда не против если я смотрю да пожалуйста напарники напарники терпеть его не могу господи просто переехать до его машины тут слишком много народу они затопчут все улики на месте преступления странный тип этот блэйк явно не рад меня видеть он ублюдок просто неудобно неудобно но я неудобно Результаты анализа крови свидетельствуют о серьезном и длительном истощении. Лицо покрыто грязью, как у других жертв. Маленькая фигурка оригами в правой руке. Вероятно, убийца поместила ее в кулак жертвы уже после смерти. Жертва Джереми Болонус. Объявлен в розыск 5 дней назад. Сведения в доселе. На груди жертвы лежит архидерин. Это в 2010 году это было настолько круто вообще. Прям просто, я не знаю, вот эта демка, она продала мне игру полностью. Два раза. Свет будет сверху. Вероятно, свеканок он уже. Ну да, по большему счету, конечно, все-таки ничего сверх гениального. Маленькая пыльца теряется в высокой траве. Здесь след обрывается. УРС-запись. Следы крови на путях. Анализ подтверждает, что это кровь жертвы. Отпечатки подошвы рядом со следом полиции. Скорее всего, это... А ты что? Сейчас мой самый нелюбим момент. Я не мог толком это пройти. Ну-ка, давай. Составит ли это проблему? Так, кстати, Джейдена можно здесь угваздать по полной вообще программе. Наступить в лужу. Тут упасть несколько раз. Потом, чтобы машина окатила лужей. Позже сверху уже. А-а-а, господи. Так. Все еще одна из лучших игр, Quantic Dream. Не знаю. Они для меня примерно на равном уровне вместе с Детройтом. Я вот потому что сейчас очень даже... Не знаю. Так зацепился. Я типа знаю все это. Блин. Все возможные варианты прохождения этой конкретной миссии знаю. И предыдущей тоже. Но мне почему-то все равно за таскать. Не знаю. Да, последний раз я его проходил в году, так, в 2015 или 2016, наверное. Да, так и есть. Но можно сделать еще вот так. Чисто в демонстрационных целях, прости, Джейден. Немножко в угла сдаемся. Ну, в общем-то, это вся демка. Нам осталось только вернуться. А, ну тут надо навернуться еще, наверное. И тогда будет прям по полной. Ну так красивенько, стабильненько. Не знаю, что тут еще можно прокомментировать. Выглядит хорошо. Но ничего не меняли. То есть это чисто просто порт того, что и так есть. Думаю, я выяснил все, что мог. Да, так и есть. Пора возвращаться в участок, пока дело не закончилось воспалением легким. Я возвращаюсь в участок. Вы остаетесь? Нет, я все сделаю. Я тоже еду. Блин, а теперь, конечно, я... Блин, вот... И начинают появляться мысли. Может купить и попробовать поиграть. Все-таки перепройти. Хорошая же игра. Вот эти мысли теперь меня не будут установлять. На самом деле... Знаю, круто. Крут, конечно, что протонули. Ну, что такое? Круто, что протонули. Выглядит все это прикольно. Теперь могут поиграть в это в абсолютно все. Ценник не такой большой. Ну, и даже вот какого-то мнения не построишь особо. Что самое обидное. По итогу могу сказать, что это... В целом... Та же самая игра, которую мы знаем. В 60 кадрах. В любом разрешении, которое хотите. И мне кажется, действительно, если требования, кстати, не такие большие у игры совсем. То есть там... Абсолютно средние компьютеры могут спокойно тянуть. Все, что здесь происходит. В общем-то... Демо Heavy Rain'а. Вот так вот. Игра будет выглядеть на ПК, когда выйдет. И... Не знаю. Не знаю, конечно. Возможно, это будет первой причиной мне вернуться все-таки в Heavy Rain, но на PS4. Может быть, мы устроим какое-нибудь прохождение. Может быть, что-то еще. Хотя на канале он уже пройден. Не знаю. То есть... Это круто, что сделали порту. Если действительно вы еще не играли в Heavy Rain или в любую игру с Quantic Dream, я вам настоятельно рекомендую купить все три игры в Epic Game Store, потому что плевать где. Главное купить и поиграть, потому что игры это великолепные. Первое их прохождение, особенно не зная сюжета, прям стоит того. Ну, может быть, кроме Beyond Two Souls. Beyond Two Souls послабее. Но... Каждая из этих игр очень крутая, очень атмосферная. И... Над ними действительно работали очень хорошо. Ну, вот как-то так. А я, в общем-то, ничем особо не удивлен. Мне было очень интересно посмотреть на оптимизацию, на визуал, как игра будет выглядеть, как она будет управляться. И все было изменено, да. Под управление подогнали. Визуально игра выглядит нормально. Разрешение. 2К. Да, тянет абсолютно спокойно. И, конечно, ну... Игра все еще обладает некоторыми моментами, там, 2010 года, и модельками, и какими-то эффектами, которые на данный момент выглядят не совсем современно. Но все равно, это та же самая игра. Я говорю, если вы не играли, то это просто мастхев купить. Вот, как-то так. Ну, мне на этом все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. А мы с вами увидимся в следующем видео. Всем удачи. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok